Спорт 21 века. В Сургутском районе определили, кто лучше управляет беспилотными летательными аппаратами. Гонки дронов устроили в спортивном комплексе «Витязь», что в городском поселении Белый Яр. Поучаствовали в заездах более 50 пилотов из крупнейшего города Югры и поселений соседнего муниципалитета. Какие рекорды ставили и кто выиграл, расскажет Анастасия Петрова. Латохина Николая. Соревнования по воздушным гонкам в Сургутском районе уже вторые в истории. Дронрейсинг – одно из направлений авиамодельного спорта, где участники показывают свои навыки в управлении беспилотными летательными аппаратами. В скорости и мастерстве соревновались в Белоярском спортивном комплексе «Витязь». Первым в воздух поднялся дрон главы Сургутского района, который попробовал себя в роли оператора-беспилотника и таким образом открыл соревнования. Мы, по крайней мере, делаем от себя все зависящее, чтобы в каждом поселении Сургутского района была материально-техническая база для того, чтобы предметишки могли заниматься. Ну, занимаются практически все поселения представлены. Большое слово благодарности организаторам, что они бросили после первого раза. То есть на регулярной основе и в планах проводить дальнейшем. По крайней мере, вот когда приезжаем в молодежные резиденции, общаясь с детворой, то есть большим желанием занимаются. В цель состязаний прийти к финишу первым как можно быстрее, преодолев все преграды, пролетев через специальные участки трассы. Своими навыками впечатляли зрители и членов жюри свыше полутора десятков команд из нашего города и соседнего района. Участвовали ребята из Локосова, Солнечного, Нижнесартымского, Лентора, Белого Яра, Ульт-Ягуна, Барсова и Сургута. В этом году, по словам организаторов, был побит прошлогодний рекорд прохождения трассы. Одному из гонщиков на преодоление всех препятствий понадобилось всего 10 секунд. Это в 4 раза быстрее, чем лучший результат 2022-го. Мы в том году открывали соревнования, первый раз. Уровень был значительно ниже, чем сейчас. То есть у нас дети в среднем проходили трассу за секунд 30-40. В данный момент у нас профессионально за 10 секунд самый быстрый и лучший результат на данный момент. Также по количеству участников у нас в прошлом году участвовало 7 территорий. В этом году участвуют 17 территорий, в том числе и город Сургут. То есть география растет? Да, география растет, конкуренция растет и, соответственно, сложность тоже. Многие участвуют уже во второй раз и хотят, чтобы трассу усложнили. Это добавит интереса, уверены пилоты. Состав каждой команды не должен превышать трех человек, а по окончании соревнования выбирает лучшее время всего коллектива. Своего рода командный зачет. В этом году самыми быстрыми стали гости из Лентора. Я решил прийти в этот спорт, потому что там, где я учился, открылась новая секция. Я подумал, что это интересно, там есть программирование в каком-то плане. Меня это заинтересовало, я пришел. Полоса препятствий, она немножко примитивная, но все же имеет какую-то свою сложность. В прошлом году тоже было интересно. Чемпионы получили кубки и дипломы, а организаторы – удовольствие от проделанной работы. Воркомитете надеются, что с каждым годом занимающихся таким видом спорта будет все больше. Участники готовы на старт, внимание, марш! Анастасия Петрова, Даниил Панков, Сургут, 24.